без косяка не бывает у нас никогда я не понимаю где ездил нигде нету такого тадам романтика приветствую с вами ваня романтик я стою на трассе где-то под могилёвым и именно отсюда начинается мой новый выпуск про город смоленск и про местную команду которая сейчас называется смолопо где а по означает академия профессионального образования ну а раньше это был известный днепр смоленск поехали насколько смоленск меня впечатляет своей красотой мне кажется ровно настолько же он мне не нравится своими холмистостью с довольно увесистым рюкзаком за спиной честно гулять долго это невозможно приходится делать передышки каждые 15-20 минут ну ничего ладно двигаемся в центр посмотрим что там что мне нравится в прогулках по смоленску так это то что все достопримечательности находятся рядом во-первых практически на каждом доме есть вот такая табличка и ты можешь ознакомиться что это за дом в каком году он был построен но во-вторых вот например сейчас за моей спиной находится бывший купеческий клуб опять же довольно историческое интересное здание я стою на перекрестке поворачиваемся направо и теперь за моей спиной известные смоленские часы раньше около них назначали встречи и ориентир в центре также были эти часы как это красиво в таких местах чувствуешь себя очень умиротворенно все-таки с одной стороны памятник как памятник а с другой это памятник великому русскому скульптору сергею тимофеевичу каньон кого буквально в пару кварталах отсюда есть музей скульптуры каньон кого если кто-то там не был то обязательно советую его посетить кадры показывать не буду потому что если еще буду показывать каждый музей то выпуск растянется на час на полтора то и более конечно же в этом городе невозможно обойтись стороной причем во всех смыслах огромную крепость точнее то что от нее осталось осталось довольно много и и строили ударными темпами конце 16 начало 17 века и возвели за шесть лет руководил строительством известный зодчий федор конь второй выпуск подряд опять кони ой ну не начинай было построено 38 башен сейчас можно увидеть пятницкую авраамиев скую громовую копытинскую бублейку и другие я думаю вы поняли то что про смоленск можно рассказывать часами тут очень много крутых мест например как сад бланье в котором есть крутой памятник михаилу ивановичу глинки тут же находится трофейный олень которого привезли после великой отечественной войны и так далее так далее так далее я в смоленске второй раз когда я здесь был впервые у меня не получилось попасть на стадион спартак но в этот раз большое спасибо знаете кому ни за что не догадаетесь и тогда международной выставки собак большое спасибо за то что я попал на этот стадион двери открыты пожалуйста проходите очень жалко поле потому что я здесь нахожусь минут пять я уже несколько раз слышал фразу извините женщины вы в говно встали представляете что будет с полем после выставки я не мог не воспользоваться возможностью побродить по полю стадион на данном месте появился в 1959 году на строительство было отведено четыре года причем помогали строить данный объект обычные жители города смоленска после своих рабочих будней приходили сюда и возводили этот стадион который был объявлен общенародной стройкой вместимости двух трибун на составляет 12500 человек одна трибуна располагается на исторической насыпи ну а другая просто возведена она поменьше которая как раз сейчас находится за моей спиной домашним для местных фанатов является 6 сектор на восточной трибуне правда днепр там уже давненько не играл все что вы сейчас увидели на самом деле было снято за день до игры дело в том что обычно свои матчи днепр проводят в субботу в полдень но именно эта игра была назначена в воскресенье также в 12 я заранее купил билеты поэтому раннему субботним утром я уже был смоленске отняв часть материала чистой душой поехал в беларусь к родственникам на ночлег ну а в воскресенье ни свет ни заря я проснулся и проехал 250 километров автостопом чтобы попасть на матч но вот что из этого получилось как пел из песни макса коржа без косяка не бывает у нас никогда и если в планах у меня было приехать в смоленск часам к 11 то по факту я приехал только к часу и уже идет второй тайм футбольного матча днепр смола по против футбольного клуба гагарин счет 50 снимаем 2 тайм идем общаться с фанатами стадион называется сапа я ехал на такси ну скорее всего можно добраться на ком-то общественном транспорте так как я опаздывал да мне пришлось взять такси но хочется сказать что стадион выглядит довольно оригинально у него есть первый ярус и есть второй ярус причем второй ярус он как будто нависает над первым не виделось честно такой конструкции у нас где-то на стадионах рядом со мной представитель фан-движения смоленского днепра представьте пожалуйста всем привет меня зовут максим очень приятно максим на секторе звучал заряд смоленск гагарина на этот из чего следует то что гагарин это ваши друзья если у вас еще какие-то дружественные коллективы ну самый близкий коллектив вот у нас по области это гладиец ельня парни тоже гоняют на область гоняют и за днепр и мы за них гоняем а если по россии то хорошее отношение со многими движениями включая динамо брянск псков есть общение из торпеда владимир с текстильщиком со многими парнями с долгопрудными сообщения у вас на странице вконтакте очень интересно рассказано про становление фанатизма в смоленске да про первое поколение которое болело за искру если вообще от самого начала фанатизм смоленске появился есть даже конкретная дата 30 апреля 1987 года это был матч второй лиги чемпионата ссср наша искра играла со знаменем труда наш победили 1-0 и на стадионе спартак группа молодых фанатов парней по 15-16 лет собрались на отдельном секторе со своими флагами своими рычевками после этого их забрали антикоммунистические лозунги и реалистический марш так скажем и забавный момент цвета у команды тогда еще были красно-белые что видно и на первых фотографиях правда они не цветные но все равно это были красно-белые знамена которые потом впоследствии перешились и уже был вместо белого добавлен синий цвет парни гоняли по такой западной зоне второй лиги чемпионата ссср она там называлась как-то первая зона там не 5 зона гоняли по белоруссии гоняли по литве и вот то что сейчас зона запад у нас россии искра в конце девяносто четвертого года объединилась с кристаллом кристалл это была новая команда завода кристалл после этого образовался новый клуб цска ввс кристалл который вот и существовал до 2003 года девяносто восьмом году наш кристалл после первого круга занимал второе место в первой лиге и все уже собирались выходить вышку и были договоренности о финансировании команды уже именно высшей лиги но получилось так что в августе при невыясненных обстоятельствах убили президента клуба он же был генеральным директором кристалла и после этого наши результаты были все ниже и ниже несмотря на это в том сезоне наши парни заняли четвертое место и всего лишь там четырех очков четырех очков не хватило до высшей лиги как удалось узнать смола по это бывший дубль временно я на это очень надеюсь отсутствующего на карте россии днепра главная причина снятия днепра в прошлом сезоне с чемпионата пфл это прекращение спонсирования команды правительством региона в городе сейчас абсолютно полная чехарда с появлением новых команд появилась красный с гавксид не помню как правильно но в общем это команда академии физкультуры в городе это футбольный клуб искра это футбольный клуб смоленск последние кстати в этом сезоне пытались заявиться в чемпионат пфл но у них это не вышло для чего нужны эти команды чем они лучше днепра и я не понимаю романтика после того как кристаллы сформировали фк смоленск играл в зоне запад 2 лиги не очень успешно потом мы опустились к фк заняли третье место вышли опять во вторую переименовали клуб днепр соответственно парни которые гоняли за кристалл когда-то гоняли за искру и стали гонять за одним в 2012 году наши парни заняли четвертое место вот это для днепра самое высокое достижение тренером клуба был виктор булатов который сейчас тренирует спартак 2 вот к сожалению в этом году в марте наш клуб снялся сперва стрел по различным причинам но связи с тем что у клуба остался дубль было принято решение поддержать молодых парней гонять за дубль на области судя по вашему сектору у вас поддерживается понятие шиза нон-стоп вы прям весь ну я был только второй тайм на протяжении всего второго тайма поддерживали команду как вы к этому пришли потому что вот где ездил нигде нету такого чтобы да это было шиза именно нон-стоп за последний год очень много молодежи пришел на сектор раньше такого у нас не было даже не помню чтобы такой был прилив прошлом году собирали сектор даже стоще из них там 90 все молодые когда парни приходят начинаем объяснять то что команда надо поддерживать все 90 минут вот так вот получилось главное что движ живет движуха не распалась несмотря на все передряги которые случились клуба стараемся поддерживать за это вам респект огромный последние годы у днепрян выдались реально не самыми простыми летом 2016 года кому-то в голову сбрело переименовать днепр в црфс о название просто пушка не правда ли фанаты ответили бойкотом проводили множество акций петиций споров благодаря раз другим различным способом воздействия все-таки летом 2018 название вернули но не прошло и года как клуб взяли да и расформировали помимо этого был переезд со старого и родного спартака на новомодный стадион академии физкультуры как сказал макс на тот момент такое ощущение что часть фанатов просто забыла дорогу на стадион я вернулся в москву погода вообще полная жесть тот матч закончился победы днепра со счетом 5-0 но я думаю это не самая главная победа клуба в данный момент чаще всего сектора звучал заряд днепр должен жить и я тебе скажу что благодаря неравнодушным людям в том числе и фан-сектора днепр живее всех живых если тебе понравился этот выпуск ставь лайк подписывайся на канал жми на колокольчик чтобы не пропускать следующие выпуски конечно же проводим конкурс в этот раз в розыгрыше у нас будет огромный комплект стикеров от фанатов днепра чтобы в нем поучаствовать подпишись на мою страницу в инстаграме мути stories в которой отмечай меня и также делай комментарии под записью розыгрыша в котором тебе нужно будет отметить одного своего друга количество комментариев не ограничено главное чтобы друзья были разные ну а теперь не прощаемся